Спасибо огромное, глупо уважаемые коллеги, глупо уважаемые члены президиума, глупо уважаемые слушатели в интернете. Ну, с одной стороны, я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они дали такую возможность нам, лучевым терапевтам, войти в вашу химиотерапевтическую семью. С другой стороны, несмотря на то, что мы перенесемся вроде бы в другой мир, но я надеюсь, что к концу моего сообщения станет понятно, что эти миры очень близки друг к другу, и мы друг без друга не можем, и должны друг другу помогать. Вообще, в принципе, мое сообщение будет посвящено использованию лучевых методов лечения стереотоксической лучевой терапии у пациентов, которые имеют олигометастатическое поражение, но само по себе вообще понятие олигометастатического поражения, оно, в общем, достаточно спорное. И в этом смысле слова, наверное, надо вспомнить основные теории распространения опухолевого процесса, развития опухолевого процесса, концепция, предложенная Холстедом достаточно давно, которая говорит о том, что развитие опухолевого процесса имеет определенную стадийность, локальный процесс, региональный процесс, и дальше уже возникает метастатическое поражение, которое требует использования системных методов лечения. С другой стороны, существует теория Фишера, которая говорит о том, что изначально опухолевые изменения уже носят системный характер, поэтому локальная терапия, она, безусловно, оправдана, но нужно сразу же думать о системном лечении. И при этом есть промежуточный такой вариант, когда это предположит теория Хельмана, когда мы говорим о том, что действительно существует локальный процесс, потом он превращается в региональный процесс, потом возникает этап диссеминированного развития в виде олигометастатических поражений, которые очень локализованы и на которые еще можно воздействовать локально. И потом уже возникает такая обширная, такая, ну, развитая диссеминация, которую можно контролировать только с помощью системных методов лечения. Сказать, существует ли олигометастатический процесс, существуют ли олигометастатические поражения на сегодняшний день, достаточно трудно. Есть приверженцы этого взгляда, есть люди, которые считают, что это достаточно, ну, иллюзорное такое представление. Но если говорить о том, что он существует, если все-таки выделять олигометастатическое поражение, то, во-первых, что называют олигометастазами? Чаще всего это поражение не более пяти, а у многих авторов говорят, не более двух-трех, наличие двух-трех метастатических очагов, которые поражают не более чем одну-три различных органа. Ну, например, легкая, печень, кости, там, кости и надпочечники. С другой стороны, существует сейчас довольно большое количество исследований, которые пытаются как-то генетически охарактеризовать олигометастатический процесс, уже придать ему определенное какое-то лицо, которое можно было бы выявлять, определять и уже говорить о том, что вот да, у этих людей с этими генетическими нарушениями действительно есть олигометастатический процесс, а у остальных он носит более распространенный системный характер. Для чего это вообще все делается? Дело в том, что основная концепция заключается в том, что если у вас олигометастаз, если у вас один-два метастатических очага, то проведение локального лечения на этой стадии развития процесса имеет смысл, и оно может очень серьезно повлиять на вашу судьбу, на судьбу пациента в первую очередь, конечно. Но с клинической точки зрения на сегодняшний день накоплено уже довольно большое количество материала, которое свидетельствует о том, что локальная терапия, выделяемая олигометастатические поражения в отдельную группу или нет, существует ли этот фенотип как таковой или нет, но тем не менее у больного с одним или двумя метастатическими очагами проведение локальной терапии очень серьезно положительно влияет на выживаемость. Такие наблюдения существуют, они насчитывают уже несколько тысяч больных, чаще всего это хирургические методы лечения, но одновременно на сегодняшний день уже довольно много накоплено данных о том, что и лучевые методы воздействия, в первую очередь, конечно, радиохирургия и стереотоксическая лучевая терапия, которые являются своеобразным эквивалентом хирургического вмешательства, они позволяют достигать довольно стойкого и довольно хорошего контроля над опухолевым заболеванием. В целом, если говорить о накопленных данных, я просто привожу тут материалы различных метаанализов, то можно говорить о том, что если мы эффективно у больного с одним, двумя, тремя метастазами, которые мы определяем с помощью инструментальных методов диагностики, если мы активно боремся с этими локальными очагами поражения, то выживаемость до прогрессирования заболевания увеличивается почти в два раза. Это очень серьезный шаг вперед, и, конечно, мы не можем пренебречь этими возможностями, и на сегодняшний день больные с ограниченным количеством метастатических очагов, как правило, получают какое-то дополнительное локальное лечение. Кроме того, надо сказать о том, что возникает вопрос, все-таки какое должно быть это локальное лечение, должна ли всегда ли это быть хирургия или стереотоксическая лучевая терапия является все-таки адекватной альтернативой. Зачастую это единственная возможная альтернатива, но иногда нам приходится выбирать. Ну, можно сказать, что накопленные данные говорят о том, что у пациентов, например, с олигометастатическим поражением легких или олигометастатическим поражением печени стереотоксическая лучевая терапия обеспечивает примерно 85-90% показатели стойкого локального контроля. Это, конечно, очень хороший результат, и у этих пациентов мы можем рассчитывать на то, что стереотоксическая лучевая терапия может рассматриваться в качестве альтернативы своеобразным хирургическим воздействием. При этом при поражении, например, надпочечников или при поражении скелета, накопленные данные говорят о более скромных возможностях этого метода лечения, но я думаю, что это связано при поражении надпочечников с тем, что мы просто ограничены, наши возможности ограничены, мы не можем подводить полноценные радикальные дозы, потому что нас лимитируют окружающие нормальные ткани. При метастазах в кости это уже более сложная тема, там просто традиционно используются, как правило, более низкие дозы, как только мы начинаем использовать более высокие дозы, показатели локального контроля резко начинают возрастать. Но самое главное, когда мы думаем о том, что же нам делать у пациента с одним, двумя, тремя метастазами, лечить его локально или не лечить, у нас всегда наши доказательства, которые были, они всегда были доказательства, полученные из ретроспективного анализа, они были не очень убедительными, не очень, если так можно сказать, тавтологии, не очень доказательными. И на сегодняшний день в этом году впервые появились результаты рандомизированного исследования, проспективного, многоцентрового, которые доказывают, это уже доказательства первого уровня, которые доказывают, что действительно локальная терапия у больных немелкоклеточным раком легкого, вне зависимости от того, что это, хирургическое воздействие, стереотоксическая лучевая терапия, потому что в этом исследовании использовались все возможные варианты, они приводят к достоверному увеличению времени допрогрессирования заболевания и достоверному увеличению выживаемости этих больных. То есть на сегодняшний день у нас появилось наконец-то, появились доказательства того, что локальное воздействие у больных с ограниченным количеством метастазов действительно целесообразно и оно обязательно в порядке должно применяться. Думаю, что результаты этого реномизированного исследования, которое вот только недавно совсем было опубликовано, они послужат основанием для того, чтобы вносить уже это в какие-то стандарты. Если говорить о том, кому проводить лечение, ведь понятно, что в такой вот когорте больных, у которых имеются изменения метастатического характера, локализованные, всегда есть люди, которые отвечают на терапию лучше, есть люди, которые отвечают, может быть, скромнее. Ну, в первую очередь, конечно, очень важно, чтобы был контроль над первичным очагом. Если у нас есть контроль над первичным очагом, прогноз этих больных, безусловно, существенно лучше. Лучше реагируют те больные, у которых не поражены региональные лимфоузлы. И, конечно, очень важно, чтобы у нас были возможности какой-то системной поддержки. Когда у нас есть альтернатива эффективной системной терапии, то, конечно, это существенно увеличивает наши возможности в контроле над опухолевым процессом. Но вот это я уже в русскоязычном варианте. Основные факторы, которые влияют на прогнозы, которые тоже подталкивают нас к тому или иному лечению. Конечно, в первую очередь нам хочется оказывать какое-то локальное воздействие у тех пациентов, у кого мы можем достигнуть наибольшего результата. Хотя, на самом деле, на сегодняшний день ясно, что все пациенты с олигометастатическими поражениями, наверное, нуждаются в локальной терапии. Вот эта работа, которую буквально два дня назад я обнаружил, она очень интересное исследование. Это исследование ретроспективное. Оно сделано на базе данных. Есть такое международное общество радиохирургов. И вот они коллекционируют всю информацию о больных, которые получали радиохирургическую и стереотоксическую лучевую терапию. Вы видите, здесь данные о лечении более чем 450 больных. И они указывают, во-первых, на то, что когда мы проводим лучевую терапию больным с олигометастатическим поражением, в первую очередь мы должны помнить о том, что дозы, которые мы используем, должны быть адекватными. Они должны быть в эквиваленте не менее 100 грейм при использовании обычного режима фракционирования. Конечно, это очень высокие дозы. Без наличия опыта, без наличия соответствующего оборудования мы такие дозы высокие подводить не можем. Но, с другой стороны, если есть технические возможности подведения таких высоких доз, как показывает в том числе и наш собственный опыт, оно достаточно безопасно и переносится больными очень хорошо. С другой стороны, конечно, количество очагов поражения и объем этих очагов тоже оказывает существенное влияние. Это вот этот нижний график. Поэтому мы всегда должны смотреть над тем, чтобы мы не упустили время для наших локальных методов воздействия. Ну и здесь еще раз большой и очень интересный метаанализ, который был опубликован в 2016 году, который говорит о том, что в первую очередь те люди, у кого мы должны подумать о использовании локальных методов, это больные, у которых имеются олиго-рецидивы, больные в хорошем состоянии, больные, у которых лимитированное, ограниченное количество метастатических очагов, лучше всего, чтобы их было не больше одного-двух, и пациенты с какими-то возможными перспективами дальнейшей системной терапии, безусловно. Если говорить об отдельных локализациях, ну в первую очередь, наверное, надо говорить о поражении головного мозга, потому что методы радиохирургии, стереотоксической лучевой терапии в первую очередь начинали свое движение в клинику именно у пациентов с поражением именно головного мозга. Здесь имеется огромное количество доказательств первого, второго и третьего уровня о том, что стереотоксическая лучевая терапия и радиохирургия, здесь мы чаще используем радиохирургию, облучение за одну фракцию, они оказывают очень серьезное положительное воздействие, они улучшают прогнозы этих больных, и они должны обязательно применяться. Если говорить о том, как много очагов, чем меньше очагов, тем лучше, безусловно. У пациентов с солитарными изменениями, с единственным очагом в головном мозге, влияние радиохирургии на показатели общей выживаемости значительно более выражены. Но даже если их больше, все равно радиохирургическое воздействие, стереотоксическое воздействие имеет очень серьезное положительное прогностическое значение. Второй вопрос, который у нас всегда возникает, должны ли мы дополнять, например, радиохирургическое воздействие облучением всего головного мозга. На сегодняшний день у радиотерапевтов довольно активные, очень жаркие и интересные дискуссии идут на этот счет. Что можно сказать? Выживаемость в тех случаях, когда мы дополняем радиохирургическое воздействие облучением всего головного мозга, выживаемость этих больных достоверно не увеличивается. Но мы значительно лучше контролируем интракраниально процесс, то есть возникновение новых очагов поражения значительно реже возникает у этих пациентов. При этом надо помнить о том, что облучение всего головного мозга с течением времени, уже через полтора-два года, приводит к довольно выраженному интеллектуальному снижению. И вот это тут есть свои плюсы, есть свои минусы, это бесконечный, поэтому источник дискуссии, дебатов, потому что мы ведь говорим не только о том, что мы должны увеличить продолжительность жизни этих больных, мы должны сохранять высокое качество этой жизни. И очень интересная ситуация здесь возникает как раз при использовании ингибиторов тирозинкиназа, потому что было показано и было доказано, что они, в свою очередь, тоже способны контролировать интракраниальный процесс. И возникает мысль о том, что может быть комбинация радиохирургических локальных методов воздействия с ингибиторами тирозинкиназа как раз может обеспечить, с одной стороны, стойкий контроль над интракраниальными очагами, а с другой стороны, позволит уменьшить нейрокогнитивные нарушения. Вот здесь очень любопытное исследование, которое вот только сейчас, насколько я недавно узнал, началось. Это комбинация низкодозного облучения всего головного мозга. Для чего это делается? Я думаю, что я в деталях сейчас обсуждать не буду, потому что это тоже очень интересная тема, но просто времени на это не хватает. Комбинация ингибиторов тирозинкиназа, в частности, афотениба, с облучением всего головного мозга в низкой дозе и радиохирургическим воздействием. Возможно, это будет оптимальным путем для того, чтобы достигнуть максимально эффективного контроля над заболеванием у больных с поражением головного мозга. С другой стороны, если говорить о других локализациях, ну, следующий, конечно, является по частоте это поражение легких. Здесь можно сказать, что стереотоксическая лучевая терапия в принципе является очень интересным, привлекательным, бурно развивающимся методом лечения пациентов с поражением легких. Это и первичные больные немелкокречным раком легкого, тогда, когда процесс локализован. Это и больные с метастатическим поражением легких. Почему? Потому что стереотоксическая лучевая терапия позволяет очень эффективно контролировать локально этот процесс. Она в этом смысле слова практически не уступает хирургическим методам воздействия, но имеет свои очень серьезные преимущества. И самое главное заключается в том, что мы можем проводить стереотоксическую лучевую терапию по сути дела тем больным, которым мы не можем предложить хирургическое лечение, пациентам, у которых уже скомпрометирована функция внешнего дыхания, в частности, пациентам, у которых есть противопоказания для выполнения хирургических методов лечения. Эти пациенты на сегодняшний день небезнадежны. Мы можем им существенно, серьезно, выраженно помочь. Если говорить о режиме подведения дозы, ну, здесь уже такие детали, но они интересные, и в двух словах, наверное, имеет смысл о них сказать. Конечно, очень важно, чтобы дозы были адекватными. Если это периферические очаги, то, как правило, у нас нет никаких технических проблем, мы используем режим фракционирования 3 фракции по 20 грей, это в эквиваленте, примерно эквивалентно 140-150 грейм в режиме обычного фракционирования. При этом мы почти не видим никаких, можно сказать, практически не видим никаких серьезных, угрожающих жизни осложнений, и надежно контролируем опухолевой процесс. Тогда, когда опухоль расположена ближе к ребрам, или тогда, когда она расположена центрально, близко к трахеобронхиальному дереву или крупным сосудам, у нас, конечно, есть уже определенные ограничения со стороны нормальных тканей, и мы используем более мягкие режимы облучения. Обычно, чаще всего в литературе рекомендуется режим 4 фракции по 12 грей, но это меньше, чем 100 грей в эквиваленте обычного фракционирования. Поэтому в нашем институте мы используем более жесткий режим 4 фракции по 13,5 грей, но, надо сказать, что переносимость этого режима очень приличная, и мы, наверное, сделаем его, в общем, достаточно таким уже стандартным в нашей практике. Но это вот пример того, что у пациентов, у которых имеется уже существенно скомпрометированная функция внешнего дыхания, в частности, после пневмоноктомии. Конечно, у этого больного уже возможности хирургических вмешательств, они очень сильно ограничены, если сказать, что они исчерпаны. Но таких пациентов мы берем на стереотоксическую лучевую терапию, у нас уже не одно такое наблюдение, и, по счастью, они довольно прилично переносят наше лечение, и дальше получают, соответственно, системное лечение. Если говорить о пациентах с поражением печени, то здесь у нас тоже нет серьезных технических сложностей, и мы берем этих пациентов на лечение с удовольствием и достигаем надежного локального контроля. Что касается пациентов с поражением надпочечников, у нас личного опыта лечения таких больных нет, но по данным литературы наши возможности здесь все-таки довольно ограничены. Так же, как они, в общем, в определенной степени ограничены у больных, например, раком поджелудочной железы. Очень важный вопрос о последовательности применения системной и стереотоксической лучевой терапии. Какова должна быть последовательность? Ответа на этот вопрос такого уверенного, доказательного на сегодняшний день не существует, но что мы можем вообще предположить? Самый частый сценарий развития событий это когда проводится системно у больных с метастатическим поражением, олигометастатическим, а зачастую не олигометастатическим, проводится лекарственная терапия и достигается выраженный эффект в отношении большого количества метастатических очагов, но, к примеру, остается один-два очага в головном мозге, в печени или в легких, это уже не имеет такого принципиального значения. Нередко мы присоединяемся к нашим коллегам-химиотерапевтам и помогаем, извините за такое немножко вульгарное выражение, добить опухолевые очаги. Действительно, это позволяет более надежно контролировать большие манифестирующие опухолевые очаги и, возможно, позволяет, мы пока не можем сказать это с уверенностью, продлить жизнь этих пациентов. С другой стороны, есть другой подход, когда у нас есть истинные олигометастатические поражения, то есть, когда мы видим поражение одного-двух органов, и это один, два или три метастатических очага, то есть возможность, еще есть три минуты, то есть возможность, то есть возможность начать с стереотоксической лучевой терапии. Мы уменьшаем опухолевую массу и создаем более благоприятные условия для проведения системной терапии. С другой стороны, вот еще раз повторю, у нас нет сегодня доказательств, что лучше и как лучше себя вести с точки зрения тактики и стратегии, но вместе с тем есть отдельный исследник, очень интересный, который показывает, что все-таки тогда, когда мы начинаем наше лечение у больных с олигометастазами, со стереотоксической лучевой терапией, с радиохирургии, выживаемость их лучше, чем тогда, когда мы откладываем ее на потом. И это, конечно, очень, это первые исследования, они только вот, только появляются, но это уже очень важная, важная весточка и очень важный аргумент к тому, чтобы мы задумались о возможности использования этого метода лечения в самом начале терапии этих больных. Ну и, наконец, если говорить о, это вот те сценарии, которые чаще всего встречаются в нашей практике, но если говорить о терапии, например, ингибиторами теразинкиназы, сегодня уже говорилось о том, что это лечение должно быть непрерывным. Здесь, конечно, очень интересной опцией является то, когда у нас возникают какие-то очаги, метастатические очаги, которые уже резистентны к заболеванию, если они ограничены в объеме и ограничены в количестве, то здесь стереотоксическая лучевая терапия, наверное, может быть очень важным вспомогательным средством, которое позволит более длительно контролировать вообще процесс в целом. Наверное, я вот этот клинический пример пропущу, поскольку он очень интересный, это пациент, которого лечили довольно долго разными методами системного лечения. Мы присоединились уже в конце, наверное, этого пути, но этот путь оказался гораздо длиннее, чем предполагалось, потому что уже он у нас в наших руках находится примерно полтора года. Время от времени мы проводим стереотоксическую лучевую терапию появляющихся отдельных очагов, и мы даже хотели сейчас с ним связаться, чтобы узнать, как там у него дела, но оказалось, что он на отдыхе в Израиле. То есть его статус, в принципе, очень благоприятный и приличный. Поэтому действительно стереотоксическая лучевая терапия, она дает нам очень хорошие перспективы в лечении каждого отдельного больного, и обсуждать ее возможности, наверное, имеет смысл. Но мне бы в конце, поскольку у меня осталось лучевая терапия является еще одновременно в какой-то степени возможно системным агентом, в том смысле слова, что она является своеобразным иммунизатором экзогенным, потому что облучение опухолевого очага в высоких дозах, очень важно, чтобы эта доза была высокой. Это очень важно. Есть исследования такие, которые показывают, что использование дозы больше 10-ти грей разовой, она позволяет достигать гораздо более выраженного иммунизирующего эффекта, и это приводит к так называемому абскопол-феномену, когда, облучая один очаг, мы добиваемся регресса других очагов. Этот феномен не очень часто встречается, но он наблюдается, насколько известно, в нашем институте он тоже был в некоторых случаях отмечен. Ну, это вот те исследования, которые сейчас проводятся. Мне бы хотелось обратить ваше внимание, вы видите, с ингибиторами тирозинкиназы очень много исследований, которые изучают возможности проведения стереотоксической лучевой терапии у пациентов, которые получают этот вид терапии. Это, в принципе, выглядит, с моей точки зрения, очень логичным. Но это, конечно, вот те возможности огромные, которые предоставляет стереотоксическая лучевая терапия в лечении больных с ограниченными метастазами различных органов и систем. А в целом, хотелось бы сказать, что этот вид лечения, он очень хорошо переносится пациентами, он доступен, обеспечивает очень высокие показатели локального контроля. И я просто хотел сказать, что помните о том, что он существует, и мы с удовольствием вам поможем. Уважаемый Сергей Николаевич, спасибо большое за ваш блестящий, яркий доклад. Я хотела бы сказать, вы даже не гость, а родственник нашей химиотерапевтической семьи. А самое главное, вы радиологи, это обязательный член нашей мультидисциплинарной команды. И на каждой утренней конференции обязательно вот такие случаи обсуждаются при участии химиотерапевтов, хирургов, радиотерапевтов. И вот буквально на днях мы обсуждали с вами ситуацию с больной GFR-позитивным немелкоклеточным раком легкого. Пациентка с метастатической формы получала анти-GFR-ингибиторы в первой линии, затем она получала иммунотерапию. И в связи с дальнейшим прогрессированием была выполнена реабиопсия. Мы посмотрели мутацию T790M. И в связи с нарастающим болевым синдромом в костной ткани больная получает у нас лучевую терапию. Планируется обсуждение локального контроля с помощью стереотоксической лучевой терапии на олигометастазы в легочной ткани на фоне проводимой анти-GFR-таргетной терапии афотенибом. И позвольте выразить глубочайшую признательность за ваш яркий доказательный доклад, свидетельствующий о возможностях локального контроля на фоне системной терапии и GFR-ингибиторами. Вопросы к Сергею Николаевичу? Спасибо. Можно только посмотрите.